Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня я в гостях в Хельсинки, в студии канала «Крестовый подход». Андрей Матынгов, сегодня у меня в гостях или я у тебя в гостях, не знаю. Не, я теперь, я у тебя в гостях. Да, выбрали вот такой фон, Андрей. Сегодня мы хотели поговорить с тобой о беженцах, которых также очень много здесь и в Финляндии. Их много сегодня вот из-за того, что происходит в Украине, из-за этой, как у нас называется, военной операции. Война. Даже чиновники российские уже начали употреблять это слово. И Медведев недавно наш, третий президент, высказался на эту тему. Вот. Что это за картина и о чем она говорит? Это дети, украинские беженцы, которых мы привезли сюда, в Финляндию. Они здесь живут. И они спели песню «Молитва за Украину». Вы лично? Мы с Хану Хаука лично. С руководителями РРТВ, известный российскому зрителю по мультфильму «Суперкнига». Программа «Актуально насущно». Да, в первые дни войны был полномасштабное вторжение. Понятно, что мы работали там на линии разграничений до этого, в Мариуполе, при фронтовых поселках. Но в первые дни войны мы поехали в Украину и привезли сами беженцы. Потом стали ездить уже на линию, прям в зону боевых действий, на линию фронта уже оттуда вывозить. Началось с того, что Геннадий Махненко опубликовал у себя в социальных сетях нужду в транспорте для эвакуации. И мы здесь купили два «Мерседеса-спринтера», потом кто-то еще пожертвовал микроавтобусы. И вот Хану Хаука, я, несколько добровольцев, мы просто сели за руль и поехали в сторону Украины. Доехали до границы. Финны дальше не поехали, там были другие финны, которые возвращались, они их забрали обратно. А мы и Хану Хаука остались с несколькими транспортными средствами в Польше, которые нужно было завезти в Украину. Ну вот мы с ним завезли два автобуса туда, передали братьям, которые, ты знаешь, что мужчины не могут, тогда, тогда не могли выезжать из Украины, сейчас смягчились правила. Есть много категорий граждан, которые легко выезжают за границу, и там есть еще, некоторых отпускают под честное слово на две недели. Но тогда они приняли вот эти микроавтобусы, а мы с Хану Хаука пешком пошли через границу за остальными. Оказалось, что границу пешком перейти нельзя, ну вернее можно, но с группой беженцев. Как раз тогда эти волны беженцев выходили из Украины. И нужно было вот с этими тысячами людей подождать в накопителе, оформиться, потом пешком пройти границу. Мы стали ловить попутку. В итоге взяли нас какие-то две девушки, одна из них украинка, другая ее подруга полячка. Они нас взяли в микроавтобус, они тоже возили помощь, как раз возвращались из Украины, гуманитарную помощь. Они накормили нас пирожками. Вот я хорошо помню эти пирожки, потому что очень голодные мы. Это была глубокая ночь. Вот эти пирожки я помню, помню. Интересно, когда человек голоден, он помнит настоящий вкус хлеба, чего-то. Да, да, да. Не присытившись. Да, в итоге они нас довезли до наших других автобусов, которые где-то там в Польше стояли. Вот где-то нас поймали другие финны, забрали наших. Это где-то там десятки километров. Отдали нам пирожки. Мы с Хану Хаука сели в новую партию микроавтобусов. Заезжаем на них в Украину. И выясняется, что оказывается, ты не можешь завести два транспорта. Как и иностранец не можешь завести два транспортных средства в Украину. То есть тебе нужно выехать на тех и заехать на... А мы говорим, а мы же везем в подарок. А те, ну, оформляйте как подарок и так далее. Мы их еще набили гуманитарной помощью, медицинскими принадлежностями, средствами гигиены, генераторами и так далее. Я позвонил одному из капелланов, твой тезка, кстати. Позвонил одному из капелланов и включил громкую связь. И он там... Они как раз находились в Запорожской области. Это первые, Альберт, первые дни войны. Когда все... Когда российские войска находятся под Киевом. Когда на Херсонском направлении они подбираются к Николаеву. Тогда они под Николаевом были. Их же оттуда выбили. Когда на Одессу высаживаются десанты, за десантом пытаются взять город. И когда Киев уже окружен. И когда вот в такую пасть берется пол Украины. Практически вся левобережная Украина. Этот капеллан начинает орать на пограничника. Как вы смеете? Мы здесь гибнем. Нам здесь нужен транспорт. Наши друзья привезли транспорт нам в подарок. А вы их не пропускаете. Вы позорите нашу страну. Да из-за таких, как вы, мы проиграем войну. Ну, короче, он наорал на него. Я в итоге пограничнику говорю, ну... Выкручиваетесь как-то. И мы с Ханом пошли, сели в микроавтобус. Едим эти пирожки как раз. Через несколько минут он подходит, дает нам документы. И вот у меня и у Хану в Украине куча транспортных средств, которые мы завезли. Я не знаю, нам десятки уже. Потому что мы и внедорожники везли, и автобусы, и микроавтобусы. И те, что мы покупали, как и РАК-ТВ. И те, что люди дарили, чтобы мы их туда отвезли. То есть вы туда ввозили технику, а назад вывозили детей? Вот сейчас я расскажу. Значит, вот когда мы первый раз въехали, передали помощь, один из знакомых мариупольских, Стас его зовут, Стас Кабанов, позвонил мне и спрашивал, что, Андрей, у вас есть места в машине? А мы взяли с собой один микроавтобус, чтобы на нем выехать. Потому что мы понимаем, что в Украине транспорта нет. Нет ни авиационного сообщения, а тогда вообще никакого не было сообщения. То есть ты только на своем личном транспорте мог оттуда выехать. Потому что все автобусы полные, идут толпы беженцев, все автобусы заполнены, на границах заторы и так далее. Первые дни миллионы же начали. Да, миллионы, буквально. Вот просто, Альберт, вот ты подъезжаешь к границе, и на тебя идут поток, вот просто как обоза, на тебя идут толпы тысячи людей. Женщины с детьми в сумках, вот у них то, что они с собой успели унести. Домашние животные, вот просто идут нескончаемые потоки. Можешь представить? Такое видели только в фильмах про Великую Отечественную войну. То, что я видел в фильмах про войну, это все какой-то детский сад по сравнению с тем, как война выглядит на самом деле. И представь, это же зима, это конец февраля, начало марта, зима, очень холодно, снег. И вот они, там, конечно, добровольцы, волонтерские организации подсуетились, их там кормили, размещали, теплые полы. Вот, наверное, как шатер твой, где вы проводите богослужения. Вот такие шатры развернули с обогревателями, где сразу людям оформляли сим-карты европейские, связывали с разными организациями. Но все равно миллионы людей, 10 миллионов людей выехало из Украины, беженцев. Ну, понятно, кто-то из них уже вернулся обратно, в том числе тех, кого мы вывозили, уже некоторые вернулись, живут в Украине. Но, звонит Стас Кабанов. Андрей, сколько у вас мест в машине? Я так прикинул. Ну, комфортно, мы можем взять 6 человек, 9-местный автобус, 6 человек помимо нас комфортно могут поехать. Ну, вы можете забрать беженцев в Финляндию? Можем. Назвали нам адрес, мы перед выездом в Финляндию заехали, туда маленькая церквушка, маленький городок Львовской области, где-то под Львовом, маленькая баптистская церковь. Мы заходим, там беженцев человек 50 из Мариуполя. И мало-мало-меньше бегают дети. И говорят, ну, мы в машину набьемся, сколько поместится, и поедем. Там у них была Таврия, на которой они выезжали из Мариуполя. 15 человек. А Мариуполь как раз в те дни только в кольце. И это были первые люди, которые выехали из Мариуполя. Буквально вот первые числа марта. Мы начинаем пытаться выкрутиться. Звоним в Финляндию, чтобы заказать автобус, чтобы он приехал и их забрал. Сложно. Латвия, Павлу Левушкану я звоню. В Эстонию, Артуру Пыльду. Пытаемся найти транспорт. Не находим. Либо находим, но очень долго. Ну, представь, ждать несколько дней, пока он приедет, потом их еще несколько дней везти. В итоге кое-как нашли во Львове, заказали автобус. Автобус. Через полтора часа автобус приехал. Мы набились вот этими беженными. Большие семьи. Человек 40 было, 45. Некоторых на границе не пропустили. Но вот мы их везем. А в Финляндии здесь еще никто не знает, что с ними делать. И пока мы их везем в два дня, здесь в Финляндии уже наши сотрудники начали искать для них жилье. Помещение, жилье, хотя бы какую-то... Ну, помощь. Ну, помощь, да, минимум какой-то. Одежда, средства гигиены, коляски детские. Потому что с детьми же бегут, с животными. И вот я очень хорошо запомнил. Мы с Хану договорились, что будем спать по очереди в автобусе. Ну и, соответственно, долго на границе. Были глубокая ночь, мы уже въехали в Польшу. Едет этот автобус посреди ночной Польши. За ним пытаюсь успевать я на микроавтобусе. И тут меня накрыло желание спать. Потому что оно как? Война, когда началась, вот полномасштабное вторжение 24 февраля, как спазм тебя схватил. Шок. Хотя было ожидаемо. И сна как такого не было. Ты вот в этом страшном сне вот так вот живешь. И после первой нашей поездки я стал хорошо спать. Ко мне вернулся. Я прям стал сладко, беззаботно спать. Вот такой мир меня накрыл. Я понимаю, что это вот то, о чем написано в Библии. Вот это превыше всякого ума мир Божий, который наполняется. Вот я его почувствовал. Вот можешь представить. Вот Львов, там ракеты рвутся. Ты просыпаешься, тебе звонят друзья из Великобритания. Ты во Львове? Да. У вас там ракеты прилетели российские, разбомбила. Ты да? А, серьезно? Выглядываешь в окно, спрашиваешь у людей. Прилетел? Да, прилетел. А вот показывают. Крылатые ракеты, калибры. Серьезные ракеты. А ты спишь, ничего не слышишь. Ни воздушных тревог, ни взрывов. Так хорошо. Ну и вот еду я, меня накрывает вот этот недосып, этот сон. Я пытаюсь продирать глаза. Мороз в итоге закончил с тем, что я выключил печку, полностью открыл окна. И чтоб меня обдувал холодный воздух. И вот так вот я еду, вот борюсь со сном. Звоню Хану, он не отвечает, видать, в автобусе спит. Этим водителям пытаюсь моргнуть светом. Они меня не понимают и продолжают ехать. И там беженцы везли котов. Нескольких котов в клетках. И вначале в салоне, потом они стали громко орать, их поместили в багажник. И вот представь себе, ночь, Польша, едет автобус с беженцами, вот с ними. Ну понятно, они с родителями там ехали, вот эти вот дети. Едет этот автобус. И я еду в машине с открытыми окнами. И слышу, как орут коты в багажнике. Вот этот посреди тишины, шум ветра, автобуса и крик котов. Мяу, 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 бесконечный просто. Вот понимаешь, вот в памяти остаются совершенно неочевидные моменты. Провезли мы их через Польшу, через Прибалтику, по дороге к нам еще прибились. Потом здесь уже местные церкви, Самария есть такая организация, лютеранская церковь города Ванта, Красный Крест здесь в Керово, Пятидесятническая церковь в Керово. Некоторые здесь у нас в студии жили. Иногда у нас было такое, что вот, кстати, в моем кабинете, в монтажке, тоже на полу был матрас, и там спали. Ну постепенно расстелили, оформили, подобрали жилье. И вот первая поездка, она очень сильно запоминается. Потом превращается уже в какую-то рутину. Ты уже знаешь, как себя вести, уже не так ведешься, знаешь, как себя с ними вести, потому что вначале ты желаешь удовлетворить все их нужды, потом понимаешь, что нужно в каких-то рамках себя держать, понимаешь, что ресурсы ограничены. То есть главное людей вывести в безопасное место, где нет войны, а потом все остальные вещи, их комфорт, как-то уже подтянется. А потом мы стали ездить уже на линию фронта. Там, где идут боевые действия, и ввозить людей оттуда. Ты купил, приобрел этот шлем? Ну это заставили, да. Это нас не пускали туда без касок, без бронежилетов. Я смотрю, и ты, и Хану, да. Да, Хану Хаука заставил купить. Тоже в таких же, да? Да, но я, да. Это кевларовый, да? Это кевларовый, да. Стоит около... Да там еще у нас бронежилеты лежат в Запорожье. Это твой, можно померить? Конечно, конечно. Бронежилет тоже очень тяжелый, да? Ну, килограмм двадцать, хороший. Это вот так вот, в таком виде вы... Да, но ты представь, это же бронежилет, ты же в нем должен вставать, садиться в машину, там, падать на зим, когда обстреливают, занимать какие-то положения такие, прячущиеся от снарядов. Ну вот так. Вот в таком виде вы снимаете с камерами. Тебе идет, да. Ну, это стандартные. Видишь, сейчас везде все, скажем так, бои ведутся с камерами, потом записи анализируются как-то. Очень часто трансляция идет куда-то в штаб, да, чтобы там анализировать, видеть оперативную обстановку. Сколько детей вы вывезли? Я спрашиваю, потому что многие, у меня друг, ты его тоже знаешь, пастор и епископ из Новосибирска, Виталий Коган, у него был детский дом, служение в Одессе, и в первые дни он бросил все, оставил, уехал туда, и чтобы вывезти детей. Сейчас вот они их вывезли, они в Дюссельдорфе, свои трудности сейчас встречают тоже в Германии, ну, много всего положительного. Мы лично, да, вот... Да, сколько вы с Хану? Ну, опять же, я считаю то, что вот прям за рулем я ехал сам, это, кстати, интересное ощущение, когда ты сам за рулем в микроавтобусе едешь и вывозишь с линии фронта, ну, логистика какая, допустим, у нас, да, линия фронта, потом крупный какой-то город, Сапорожье, Днепр, на востоке Украины. Там какое-то временное размещение, день-два. Опять же, это церкви, церкви очень хорошо среагировали, очень быстро превратились вот в эти центры для беженцев, где они могут просто принять, представь себе, Мариуполь в осаде, недели, месяцы, представь, люди выезжают оттуда, они не видели проточной воды долгое время, где они могут принять душ, одеться в чистую одежду, отоспаться на нормальной постели. Ну и потом дальше следующий этап на Западную Украину. Тернополь, Львов, Ровно, Ивано-Франковск, да, там уже церкви, которые их принимают, размещают тоже по такому же принципу, где они могут несколько суток прожить, где им обеспечили питание проживая, ну, какой-то минимум, да, средств гигиены, одежды и так далее. Ну и потом оттуда уже люди сами на свое усмотрение, либо кто-то приезжает с Запада, их вывозит, Германия, Польша, страны Балтии, Финляндия, остальные скандинавские страны, либо на частном транспорте, либо находят какой-то способ как-то уже в Европу выехать. Но вот эта самая первая волна, когда миллионы выезжали, она была первой недели, вот, вторжения. Потом оно спало, и вот такие были уже единичные. Ну, несколько сотен мы вывезли, несколько сотен. А наш батальон капиланский, мариупольский, в том числе вывозили людей из Мариуполя, то есть заезжали в осажденный Мариуполь, зная проулки, пути. Понятно, они же не стоят плотным кольцом, плечом к плечу вокруг города, там, 200 километров нужно, чтобы его взять, вот, где находились их позиции. Просто выстроить линию вокруг города. Где-то проезжали как-то, вывозили людей. Полторы тысячи человек вывез наш капиланский батальон из Мариуполя. Сами вот наши братья по вере, по церкви, по служению вывезли из Мариуполя на транспорте. Я хочу подчеркнуть, что по линии ООН выехало около 500 человек. Это ООН. А капиланский батальон вывез полторы тысячи человек только из Мариуполя. Красный Крест вообще, по-моему, ушел, да? Красный Крест ушел. Там, где мы бываем, там нет ничего. То есть вот на определенном приближении к зоне боевых действий уже нет ничего, кроме военных, которые, понятно, занимаются боевыми действиями, да? Обеспечением своих оперативных задач. И капиланов, которые выполняют и духовные, восполняют духовные потребности, всей социалкой занимаются, то есть это генераторы, вода, медикаменты, вывозят оттуда в том числе больных людей. Очень часто же есть, когда, ну, допустим, если как-то пытаются организовать, чтобы люди собрались в одном месте, туда приехать автобусами и вывезти их. Но есть же люди парализованные, лежачие люди, люди, которые слабо передвигаются. И вот их всех штучно вывозили, то есть буквально на руках вынося оттуда из их домов, вывозя из-под обстрелов, буквально из-под обстрелов. Вы до сих пор это делаете? Вы постоянно ездите туда? Сейчас недавно были? Да. Мы недавно были, мы постоянно ездим туда, да. Ты держишь в руках книгу «Ощути силу перемен», проект, который давным-давно был в России. И, кстати, как ты помнишь, да, этот одиозный епископ Сергей Риховский, он тогда выступил против. А до сих пор на их сайте РосХВА висит вот эта депеша, где он призывает церкви не участвовать в проекте. Хотя все участвовали, вся страна была накрыта тогда. И в Калуге. Да, в Калуге был, мы все церкви объединились, баптисты. Да, это проект «Ощути силу перемен» проходил в Мариуполе, начался он в декабре 21-го года и проходил вплоть до начала боевых действий. Причем мы когда его, мы долго его планировали, потом в спешке все-таки решили провести, понимая надвигающимся бедствия, о войне, о вторжении со стороны России. И мы понимали, что мы проводим проект, и его остановит война. Слушай, ну вот кадры, которые вам присылают, до сих пор плакаты, билборды так и висят в Мариуполе. Да, висят в Мариуполе, да. Причем, вот представь, насколько актуальны, знаешь, да, проект состоит из истории, там есть герои, которые рассказывают свои свидетельства. Ну и книги под это печатаются. Да, и книги под это печатаются, да, вот они. И, ну, представь себе, в разрушенном Мариуполе висит плакат со слоганом «Я проснулся от страшного сна» или «700 дней в плену ДНР». Я провел 700 дней в плену и выжил. Это профессор Козловский, которого пытали, которого держали в Донецке в плену, и у которого остался сын, инвалид, с синдромом Дауна, за которым он ухаживал, он остался без попечения. Чудом вообще выжил. Несколько недель, не несколько, наверное, около двух недель провел дома один, без ухода, без воды. Вот представь. Когда он сидел, я был... Где же мы были-то? Неровно? Какой же город? Забыл вспомнить. Волынь, наверное. Нет-нет-нет, была встреча пасторов, епископов. Как раз я с Россией прилетел, мы познакомились с многими еще тогда там. И как раз стоял вопрос об освобождении Козловского. Мы писали тогда письма, обращались там. Вот его история здесь. Потом история женщины, мужа которого в 2014 году, помнишь, была ситуация, на день Пятидесятницы, прямо во время богослужения, ДНРовцы, Гиркин, подчиненные Гиркина, Стрелкова, который, пришли прямо в церковь во время богослужения, увели четырех братьев-служителей, в этот же день их расстреляли, пытались сжечь, не смогли, потом закопали. Ну и долгое время было неизвестно, что произошло, потом нашли трупы. Вот жена одного из них. Это в Славянске было? Да, это в Славянске. Да, потому что проект проходил на всей линии фунта. Ну вот представь, вот такие вот слоганы висят посреди войны, в Славянске до сих пор висят. Я не знаю, что с ними произошло. Вот представь, вот вся реклама города превратилась за этот год в хлам. Вот просто висят обрывки какой-то рекламы. А наши висят как новенькие. Я не знаю, что это. Недавно один из помощников Риховского, Дериенко, тоже был в Мариуполе. Они, как я понял, отжали репцентр. Говорит, наши миссионеры, наши уже все, забирают все, что можно, в том числе и те места, где вы трудились, где вы работали, сельскохозяйством помогали. Вот дядя половины из этих девочек занимался этим реабилитационным центром. Он, конечно, очень сильно возмущен поведением. Но он же не показал как раз вот этих вот, где плакаты висят, где эти кадры. Это не... Не знаю почему. Как он сказал, наши братья из Единенной России еще. Да. Он с братьями ездил. Пушилина хвалил. Хвалил тех, кто приходит в церкви сейчас. Выводят людей, некоторых расстреливают. Знаешь, что в Херсонской области расстреляли. Отца сыном. Отца сыном. Отца сыном. Отца сыном, да. Путали тоже. Да. Это все вот Пушилина деятельность. И вот они с ними братаются. Да. Мы сейчас после того, как началась война, понятно, что нужно было как-то ребрендить проект. И вот мы назвали книгу «Дорога домой». Это новая книга уже? Нет, это те же истории. Только... Немного адаптированные под новые условия. Некоторые добавлены. Вот, кстати, вот здесь. Я тебе сейчас покажу. Вот здесь история, в том числе, беженки, матери вот этих девочек. Большинство из них. Потому что здесь из нескольких семей. Сейчас эти... Скажи, они устроились, ходят в финские школы, сейчас все нормально. Ходят в финские школы. У них есть, да, медицина бесплатная. Хобби, секции спортивные. Церкви их приняли. У них есть жилье, мебель, одежда. Они получают пособия. Как ты думаешь, есть надежда для Украины, что эти дети вот сейчас год, два, три проживут здесь, вернутся назад? Будут делать то же, что для них сделали здесь? Как ты думаешь? Или останутся? А делать то же в каком смысле? Ну, делать то добро, которое они получили. Во-первых, их очень сложно удержать. Ты знаешь, что не все плачут буквально, хотят все в Украину домой. И очень сложно уговаривать людей оставаться здесь, не лезть туда-обратно. Несколько уже уехали. Матери с детьми, с маленькими уехали, вернулись в Украину. И, опять же, у меня никогда не было такого опыта работы с беженцем. Ни у кого не было. Но я теперь, да, я теперь могу сказать, что я прям специалист по беженцам, и по их психологии и так далее. Вот представь, люди из Мариуполя выезжали там днями, потом внутри Украины передвигались несколько дней, потом мы их подобрали, по Европе ехали. И вот после вот этих всех мытарств, скитаний, они приезжают в Финляндию, оказываются здесь, выделяется какое-то жилье. Вот семья попадает в квартиру, где они одни, да? То есть не кто-то их взял домой, а где полностью они предоставлены сами себе. У них личное пространство. Это наш принцип. Чтобы у всех было свое личное пространство. Мы стараемся... Ну, если они сами не хотят, стараемся не селить людей вместе, в семьях. В семьях у нас никто не живет, все живут в своем отдельном жилье, которым они распоряжаются. Понятно, что мы покрываем коммунальные все расходы, связанные с арендой, вся коммунальность. Но вот человек попадает в это пространство, он в безопасность, он в Европе. У него все хорошо. Проходит день-два, он начинает, истерика начинается, он начинает реветь, лить слезы, я хочу домой в Украину. И понятно, когда человек сам выезжает где-то как-то на перекладных, добирается, ему некуда обратить эту свою истерику. Но когда есть конкретные люди с именами, фамилиями, которые их везли, сидя за рулем, все это организовывали, они обращают к тебе. И если ты думаешь, что вот ты вывез беженцев, они будут тебе благодарны, первое, что ты услышишь, это истерику, везите меня обратно. Понятно, что они благодарны, что они понимают тот масштаб помощи, который им оказали. Но нам нужно всем понимать, что это не туристы, они не мигрировали по своей воле. Если бы не началось этой войны, если бы не пришла Россия, не разрушила их города, их дома, не ворвалась туда, не убивала и пытала их родных и близких, они не были вынуждены бежать и тащить с собой детей, домашних животных. Я вчера немножко с твоей женой переговорил, которая тоже сказала, говорит, в любое время, в три ночи могут позвонить, еще что-то. То есть вы живете, и ты, и твоя семья, то есть вы полностью посвятили себя этому. Ну, да. Тут возможности нет. Здесь смотри, Альберт, вот я тебе расскажу о своих переживаниях. То есть когда вот здесь появилась куча беженцев, вокруг которых мы опекаем, я стал чувствовать себя крайне неудовлетворенным. Я тебе объясню, почему. Вот мне хочется туда, на передовую, вот туда, где бои идут, вот там, где острая нужда. Мне сложно свои домашние, бытовые какие-то вопросы решать, потому что мне кажется, какая-то мелочь житейская, все это мирское, материальное, вот хочется вот на передовой быть. А тут, когда сваливаются еще десятки других людей, которые ты выполняешь бытовым, там, стиральную машину установить, в больницу свозить, продукты купить, квартиру, мебель привезти. И, ну, и представь, это же мужчины остаются в Украине, это же выехали женщины с детьми. А, ну, скажем так, в славянском мире роль мужчины в семье довольно-таки сильна. То есть женщины очень сильно зависимы от, ну, внутри семьи, от мужчин. И вот они здесь остаются без мужей, которые решают вопросы. Вот их социальные, бытовые, еще в чужой стране. И это все ложится на наши плечи. Но, выполняя все вот эти нужды, я не испытывал удовлетворения. У меня было ощущение, что я не на своем месте нахожусь, что я должен быть там, впереди, на передовой, вот там, вот-вот, где кипят события, где люди сидят в подвалах, прячутся от бомбежек. Вот их оттуда вывозить. И еще не все хотят-то выезжать. И еще некоторых не заставишь. Ну, представь, подвал... Ты поймал этот драйв просто. Ты не можешь остановиться. Нет, я могу остановиться. Я хочу просто... Мне нравится нормальная финская комфортная жизнь, но... Что изменилось тогда в твоем сердце? Ты сам в Приднестровье, ты сам знаешь, может быть, отчасти, что там было. Может быть, не в таких масштабах. Кстати, я стал... Я помню, когда нас эвакуировали к бабушке, когда вот были активные боевые, я стал понимать родителей своих, что они переживали. Потому что, ну, мы дети, подростки, война. А жизнь продолжается. Там танки едут, хи-хи-хи, ха-ха-ха. Там что-то прилетело, а, посмотреть. А теперь я понимаю, как чувствуют себя родители. Это, наверное, страшнее родителям переживать войну, беспокоиться о своих детях, чем, наверное, самому будучи ребенком. Но интересно, смотри, мы их вывезли в марте. Они прожили здесь почти год. Они так сильно выросли за этот год. Вот я смотрю видео, фотографии, как мы их вывозили. И сейчас для ребенка год, это очень... Если ему 7 лет, то для него это седьмая часть жизни. Даже 10 лет, один год, десятая часть жизни. Да. Представим. Для них это очень много. Эфир подходит к концу, Андрей. Хочу поблагодарить тебя за ваш труд. С хану я постоянно ему об этом тоже говорю и хочу говорить. За тот труд, который вы несете, ведете. Спасибо огромное. Я думаю... Даже не знаю, что сказать, как завершить. Друзья, я был в гостях. Андрей Матынги, Крестовый подход, канал. Подписывайтесь и на наш канал «Взгляд с небесный». Спасибо всем. Благослови всех, Господь. Помогайте. Помогайте тем, кому можете помочь. Служите. На том и есть христиане. Проследница «Взгляд с небесный» Продолжение следует...